За окном белым-бело, много снега намело. Такую картину пятничным ноябрьским утром увидели за окном не только чебоксарцы, но и жители республики. Долго ли будет продолжаться метель и останется ли этот снег лежать до весны? Мы выяснили у синоптиков. В последний рабочий день недели добраться до работы чебоксарцам оказалось непросто. Коммунальные службы не дежурили, но числопатами на готове, как следствие, снежные заносы на тротуарах, затрудненное движение на проезжей части в районе улицы Афанасьева, университетская Шмарина. Десятки мелких ДТП. Добрым словом, коммунальщиков поминали с утра не только горожане. Раскритиковал работу службы и глава администрации города. Мол, по регламенту убирать снег во дворах у больниц, детских садов и школ должны до 7 утра. Впрочем, для исправления недочетов в работе у городских служб достаточно времени. Впереди целая зима. А пока погода приняла их сторону. Завтра снегопад еще продолжится, но затем все, что выпало, вероятнее всего, превратится в лужи. На данный момент уже территория республики находится под влиянием североатлантического циклона, теплого и обширного. И в ближайшие как минимум три дня погода будет формироваться под влиянием этого атмосферного вихря. На завтрашний день, то есть на сегодняшнюю ночь и на завтрашний день прогнозируются небольшие местами умеренные осадки. Пока еще снега, мокрого снега, но днем они уже будут переходить в дождь. И, в общем-то, мы ожидаем, что практически вот тот снег, который выпал, он должен практически растаять. На понедельник и ночь и день будут положительными температурами. Температура воздуха ночью будет плюс один, плюс шесть по республике, а значит на день плюс пять, плюс десять. Плюс десять – это по югу все-таки республики. Это Аллатырь, Батырево. Из-за перепада температур ко всем прочим прелестям поздней осени добавится гололед. Будьте внимательны на проезжую часть и одевайтесь по погоде. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов, Республика.